добрый день друзья приветствую вас после достаточно длительного перерыва выступлениях вы знаете прекрасно случились очень трагические печальные события и поэтому честно говоря решил сделать достаточно большой большую паузу и не выступать роликов у меня уже много на канале накопилось где-то больше 700 которые которых я говорю в принципе об одном и том же и вы можете их посмотреть и сейчас я делаю такую ретроспективу то есть вот на тех ресурсов которые указаны под роликом под каждым там есть и моя электронная почта вот и другие ресурсы и мое сообщество в телеграме в к два сообщества в одноклассниках есть и есть ватсапе ватсапе можно дискутировать и я призываю вас проявлять активность и заходить подписываться на группу ватсапе все это можно узнать и также есть ассортимент изделий которые я высылаю это отдельный список и по запросу вы можете его получить по почте где указаны указан указаны все изделия о них кратко почитать выбрать то что вам нужно и приобрести у меня призываю также приобрести приобретать манифест это базовая литература ознакомившись которой вы будете понимать чем вы пользуетесь для чего вам это нужно и как это вам может помочь в жизни потому что все изделия которые мы выпускаем и та идея или как бы пакет идеи или концепция которые мы продвигаем она нацелена на то чтобы человечество в конечном итоге вышла из той ситуации которая сейчас разворачивается на планете земля многим это не нравится многие ищут выходы и не знают как строить свои планы как дальше жить потому что все время все очень быстро динамично меняется и все это ведет по мнению многих каким-то страшным результатом для того чтобы этого не было вы должны понимать что мы должны как бы дальше строить в рамках всего человечестве как мы должны вы выкарабкаться и выйти из этой страшной и с виду нереализуемой ситуации то есть нету выхода нету пониманию как дальше жить и вот эти все вопросы мы рассматриваем в силу наших представлений и нашего понимания развития исторического процесса и предлагаем некие некий сценарий решения по этой проблемы вот это все прописано манифесте плюс огромное количество литературы которые вы можете освоить и изучить и понять и использовать опять же своей повседневной жизни потому что главное от чего мы должны отталкиваться это базис на которую человечество может который может создать на которой может опереться и который послужит дальнейшей платформой для развития технического и технологического прогресса без этого мы дальше существовать не сможем потому что деградации и возвращение назад это не наш путь и мы стремимся к эволюции к развитию в котором в котором в этом процессе мы видим два пути это развитие социальной структуры то есть самого общества и развитие человек вот это главные базовые идеи которые мы преследуем вот что касается социальной структуры то человечество очень много в этом направлении поработала было поставлено много социальных экспериментов вот те люди которые жили при ссср испытывают ностальгические чувства им хотелось бы вернуться в тот спокойный мир кавычках конечно которые то в те времена мы строили это и уверен завтрашнем дне и спокойствие и низкий уровень преступности и так далее так далее так далее социальная обеспеченность социальная защита безопасность жизни прежде всего хотя много было преступности но она не была в таком масштабе как сейчас вот это вот социальные эксперименты которые человечество строил или какие которые намечала описывала и так далее так далее тут один из одно из направлений но и второе очень важное направление которое мы в том числе развиваем с помощью магических машин это дать возможность человеку быстро эволюционировать и сделать его с и поставить его совершенно в другие рамки существования то есть то энергетика который позволяет который позволяет получить человеку с помощью вот этих устройств она дает возможность ну скажем так изменить восприятие мироздания потому что энергия она характерна для всех живых существ на земле энергетические потоки создали жизнь и запустили эволюцию и в том числе в результате вот этих процессов возник и человек и человек обладая сознанием то есть это следующий этап концентрации материи концентрации как бы уменьшение энтропии пространство и вот этот процесс он позвал позволит выйти нам на другое совершенно восприятие реальности то есть мы уходим сейчас создаем свой мир свое информационное пространство в результате технического прогресса и тех достижений которые позволили именно осуществить вот эти все преобразования и поэтому в этом плане человек как биологическое существо он несколько затормозил то есть ему не хватает возможностей освоить вот эти новшества новые достижения вот из-за этого и случился вот тот кризис который мы наблюдаем сейчас и для того чтобы преодолеть его этот кризис нам нужно и заниматься эволюции человека мы на это обратили особое внимание мы стали думать об этом точнее были созданы в первую очередь средства повышения энергетики вот а вторую очередь мы задумали для чего это нужно человеку потому что просто пользоваться приборами и оздоравливаться например как вот я смотрю многие события так развиваются и при люди предлагают людям предлагает различные устройства машинки которые позволят вылечить человека но эти устройства не дадут возможности человеку развиваться то есть они какой-то степени облегчат заболевания там может быть что-то вылечит и так далее вот но человек останется в той же позиции и здесь очень важно вылечить энергетику человек для того чтобы не пользоваться вот этими всеми костылями машинками и так далее и так далее которые неизвестно еще как работают на самом деле об этом уже говорил многократно но люди с большие с большими открытыми глазами слушают лекции профессоров вот а дело в том что вся наука она находится в некой иллюзии дело в том что наука она стала уже ангажированной то есть она стала уже больше ориентироваться на коммерческую сторону и все исследования все разработки и так далее это не по это не поисковое в чистом виде как бы работы а это достижение определенных коммерческих результатов то есть наука коммерциализировать вот это самое страшное и в связи с этим люди отделяю уделяю наделенные какими-то статусами и так далее говорят такую иногда чушь что диву даешься то есть и людям верят потому что толпа верит авторитету не сама думает да не каждый человек пытается осмыслить и подумать над своей жизнью а он ищет авторитеты в окружающем пространстве и опирается на них хотя авторитета могут говорить и такую билиберду что диву даешься вот и поэтому надо здесь именно сделать человека самомыслящим если так можно вырезать чтобы он всегда анализирую любую информацию и вырабатывал определенные решения для своей жизни то есть недостаточно вылечить человека от заболеваний да все мы сейчас больные у многих много хронических недугов вот но не это является целью человек то есть не излечения вот а и целью человека является развитие его то есть его совершенствование его творческий рост и так далее и тому подобное то есть это фактически излечение души духа человеку этим мы и решили заниматься то есть машинка не просто вылечивает человека до облегчает его недуги но и начинает его развивать эта энергия эта энергия которая поступает в тело человека не просто скажем идет воздействие на тело человека скажем так на активные точки и тратится ресурс внутренний ресурс то есть если вы начинаете таким образом лечиться вот вы затрачиваете свой ресурс да у вас идет облегчение но энергии вас становится очень мало и для того чтобы преодолеть эту проблему нужно давать энергию нужно сделать такие устройства которые бы позволили закачать в человека дополнительные порции энергии и уже за счет этих энергий идет процесс восстановление тела это первый этап второй этап вы должны подумать о почему эти заболевания у вас возникли почему вы стали хроническими больными все дело в образе жизни и если вы почему мы даем манифест если вы прочитаете осмыслите это вы по-другому совершенно начнете относиться к окружающему миру к людям к ситуации которая вас окружает и так далее так далее то есть вот эти все моменты они проявятся у вас и станут важными вашей жизни вот когда вы измените свою жизнь именно измените привычки измените образ жизни так далее так далее и энергия она позволит вам вот этот шаг сделать то есть сделать вот этот шаг на следующую ступень к развития вот это есть эволюция человек потому что энергии она даст возможность и мозгу функционировать другом режиме и так далее так далее то есть вы чем вы будете чувствовать уверенность будете менее стрессово подвержены стрессом и так далее то есть появится стрессовоустойчивость и вот эти все характерные признаки они дадут вам некую фору для того чтобы осуществлять какие-то какие-то задачи ставить задачи осуществлять их то есть реализовывать какие-то планы вашей жизни и вот это все дает энергия потому что многие говорят я хотел бы это сделать но энергию меня не хватает я устал там мне тяжело у меня депрессия и прочие все эти вещи вот это связано именно с этим то есть вы не преодолеете свои проблемы пока у вас не будет достаточно ресурсов внутри от вашего организма для того чтобы все это решить и в том числе повысить ваше материальное как бы благополучие вот мы опираемся на фундаментальные как бы вещи например на конф на понятие комфорта жизни многие говорят что это неважно что человеку можно жить и в стесненных условиях не удовлетворять свои потребности вот но и в то же время создавать какие-то действительные действительно большие ценности для общества но это не так то есть пока вы не будете комфортно жить пока вы не будете удовлетворять все свои потребности для жизни для обеспечения жизни потому что вот три основных этапа это обеспечение вашей безопасности вашей семьи и вы не сможете то есть вы должны найти пути реализации ваших внутренних скажем так трудовых запутался то есть реализовывать ваши возможности потенциал вот это осуществляется в трудовой деятельности я правильно сформулировал давно не делал роликов и уже тяжело строить фразы вы заметили что большие перерывы делать конечно нельзя нужно все время тренировать как бы свои свои речевые возможности поэтому несколько сегодня будет такой такие сумбурные фразы но не обращайте на это внимание вот мы как бы будем восстанавливаться и так далее и тому подобное поэтому для этого необходимо реализовать вот эти три основных базовых этапов в вашей жизни вот пока вы их не реализовали не можете обеспечить себе комфорт жизни беседовать с вами бесполезно на какие-то более высокие цели вы их не будете просто воспринимать как своими целями и и не будете тратить на это время будете все время ковыряться вот в этих трех своих потребностях обеспечении своей безопасности своей жизни своей семьи и трудовых ваших реализациях вы вы в этих трех этапах застрянете завязнить на очень долго возможно на всю жизнь многие проживают так и не реализовав свои как бы свой потенциал творческий именно копаясь и обеспечивая свою жизнь отсюда депрессии отсюда болезни хронически отсюда ощущение ненужности в этой жизни вот и для того чтобы этого не было чтобы было стремление дальше развиваться вот это все нужно обеспечить вот и к этому я вас призываю в том числе использованием источников энергии для того чтобы подпитать свое тело мы предлагаем широкий ассортимент таких машинок которые будут постоянными спутниками вашей жизни еще раз подчеркиваю потому что эти машинки нельзя откладывать куда-то в долгий ящик пользоваться ими периодически то эти это устройство которые должны уже дальше идти с вами вместе возможности человека как биологического вида не позволяют ему накачивать достаточное количество энергии для реализации именно человеческих функций если мы бы жили в лесу то нам этой энергии бы хватало для инстинктивной адаптации к окружающей среде но так как мы люди да и наш мозг гипертрофированно развит еще раз подчеркиваю и затраты его колоссальны на осуществление умственной деятельности вот и этим мы создали для себя некую искусственную среду которые должны определенными скажем так приемами поддерживать вот это такая тоже главная мысль который вы должны осознать человек наполовину природное наполовину искусственное существо которые мы сами создали то есть мы сами себя создали в результате нашей технической эволюции и революции вот и поэтому нам нужно нужны машины и устройство для поддержания энергетики то есть за для запуска эволюционного процесса да по впоследствии если мы нас будет очень много с повышенной энергетикой то естественно сформируется новое общество вот и вот это новое общество то есть новый этап человеческой жизни новое состояние человек вот когда нас будет очень много а мы стремимся эти машинки распространить таким образом чтобы нас не прижали потому что есть заинтересованные лица и заинтересованные сообщества и общество которое которым интересно сохранение сегодняшнего положения и они не хотят чтобы человек развивался именно не было эволюции человек потому что они сами являются предками людей эволюционирующих имеют сверх возможности и сверх способности и поэтому они еще пока могут управлять миром хотя сложности которые возникают уже превышают их предел развития как биологических объектов и для них тоже интересно использование энергетических устройств для того чтобы повысить свою энергетику вот и поэтому актуально актуальными эти устройства ноется для всего общества вот когда мы это поймем а еще очень мало людей кто понимает это интересуется всякой ерундой вот и не могут увидеть главного о чем я много здесь раз говорил и выпустил около 700 роликов которые в которых об этом и талдычу 100 или иной стороны но понимание еще нет тому что я вижу что активность очень маленькая практически нулевая значит моя идея еще не достигли умов людей но это произойдет обязательно то есть возникнет такой мощный взрыв потребности вот в этих устройствах вот мы их создали мы их развиваем и сейчас этот прогресс идет дальше создаются новые инновационные материалы совершенно фантастических свойств мы понимаем уже как это сделать и как создать эти устройства вот пока это находится в рамках лабораторных исследований вот но уже есть готовые изделия которые вы можете приобретать заказывайте список не жалеете своих средств это ваше будущее вот мы могли бы раздавать эти машинки бесплатно но тогда наше движение прекратило бы существование нам средства нужны для новых разработок и средства еще пока очень скудны и если бы их было достаточно много то мы бы конечно пошли бы очень большими темпами развивать это это направление вот но к сожалению мы практически топчемся на месте но все равно двигаемся вперед и уже на сегодняшний момент те устройства которые мы предлагаем они способны решать вот эту проблему энергии закачки энергии в человек вот то что я хотел сказать мало кто меня услышит мало кто меня поймет потому что люди находятся в некой другой парадигме в другом мировоззренческом стандарте вот и вот эти все вещи еще пока неизвестны многим хотя это направление разрабатывались и до них был акцент и человеческое общество работало над этим и пока что это официальной наукой не принято и всячески стараются бороться с этими направлениями хотя эти направления именно эволюции человека они сейчас стали максимально актуальными в современном обществе но люди все дни хотят этого видеть не хотят то есть они смотрят слушают но не воспринимают то есть они еще для них еще это все находится за гранью да то есть непонятно о чем говорит непонятно для чего это нам нужно нам и так хорошо вот и все будет прекрасно не будет прекрасно еще раз говорю вы видите как это все то есть не надо обольщать себя что мы выйдем на какие-то новые этапы мы все равно все равно упрёмся в стенку за которую можно шагнуть только на новом уровне этапе развития человека вот это я вам точно могу говорю со стопроцентной гарантии то есть мы все время будем биться в стенку государство будет развиваться уходить и так далее так далее то есть вот этот процесс броуновское такое движение да когда шарик надули внутри находится газ он не может выйти за пределы стенки он там внутри дергается бьется вот и к сожалению за пределы нельзя выйти вот мы предлагаем путь за пределы этого шарика то есть возможность перейти вот эту границу и развиваться человечеству дальше это фундаментальные вещи достаточно серьезные вот мы их поняли осознали мы прописали это в манифесте вы можете обзнакомиться с манифестом обратившись ко мне вот и прочитать книги еще раз говорю видите сколько я говорю об этом потому что я понимаю что вот эти вот вещи они важны и для любого человека только осознав для чего это вам нужно вы начнете им пользоваться активно и вы будете приносить себе пользу то есть вы будете насыщаться наполняться энергией до вокруг меня и вокруг моей команды как говорится бьются и вороны и доставляет нам огромное количество неприятностей и мы пытаемся это спостонять массово но встреч к сожалению встречаемся с людьми фактически которые нас обманывают конечном итоге то есть идет скажем так некая нас попытка затормозить это движение но мы движемся вперед вот преодолевая эти трудности и об этом уже многократно говорил вот но приходится сталкиваться вы прекрасно знаете в каком мощности мы живем вот люди несовершенны люди деградировали люди потеряли ориентиры вот и для них сейчас важно только материальная сторона дела вот и никто не хочет думать о будущем и думает что за них какой-то дядя решит все проблемы этого не будет пока мы сами не начнем свои проблемы решать самостоятельно не опираясь ни на кого вот и в то же время объединяясь то что объединяться все нужно нужно объединяться люди людям самодостаточным которые реализовали все свои базовые потребности вот это очень важно понять то есть нищая толпа вот ограбленная она не может объединиться в какие-то нормальные как бы агломерации что-то делать реально то есть она не будет во первых понимать что она должна делать она будет всегда пытаться вот эти три базовых этапа своих реализовать и ничего толково не будет то есть высокие идеи построение всяких сверхобществ и так далее будет за пределами сознания этой толпы и появится элита опять которые конечном итоге выродиться в толпу то есть будет реализовывать свои шкурные интересы вот и дальше ничего не будет то есть идея повиснет в воздухе как это было при социализме при советском строе которому все хотят возвратиться к этому не надо возвращаться надо строить новое общество вот тоже сегодня хотел сказать мои соболезнования погибшим в теракте страшный теракт я не могу об этом не сказать вот мы скорбим и будем скорбить ушедшим вот еще долго будет это рано не заживающие нашей нашей душе в нашесть в нашем сердце вот надеюсь что будут сделаны выводы очень глубокие и мы будем бороться с этим явлением терроризм это страшное явление которое охватило весь мир и который как в том числе связано вот с тем о чем я сегодня говорил вот как только человек будет осознанно жить и терроризм как явление она исчезнет то есть смысла не будет уничтожать ближних потому что основные внутренние внутренние человеческие духовные потребности это будет помощь другим людям не убить не убийство людей а именно помощь людям вот и поэтому мы к этим к этому стремится в том числе вносим свою лепту в борьбе с терроризмом с этим ужасным явлением спасибо за внимание до новых встреч